Институт Внешней Политики Эстонии Институт Внешней Политики Эстонии Институт Внешней Политики Эстонии Китайские фонды сразу упали 9%. И, конечно, у коронавируса есть большое влияние для китайской экономики. И тоже для глобальной экономики. Потому что сейчас Китай уже второй мировой экономической силой после ЧССР. И множественных товаров тоже сделаны в Китае. Что это, конечно, имеет большое влияние для глобальной экономики. Если говорить об интересе Китая к различным секторам экономики в Европе, то можно обратить взор на нашу страну и упомянуть долгосрочный проект, о котором уже давно говорится, тоннель, соединяющий Таллинн и Хельсинки. И к нему тоже испытывают интерес китайцы. В чем их интерес здесь? Китайцам интересуется Таллиннский туннель. Потому что это часть большого селкового пути. А, то есть такой новый шелковый путь, да? Да. И именно арктический селковый путь. И на этот туннель надо смотреть на уровень этого большого плана. Потому что там еще есть проект строить арктическую железную дорогу. И для Китая селковый путь нужно получить альтернативный путь до европейского рынка. И арктический путь, как селковый путь через Центральную Азию или Россию, дадут эту возможность. Китайцы очень боятся морского блокада от СССР и партнеров СССР. Если вы смотрите на карту, тогда вокруг Китая партнеры СССР. И это для Китая очень важно, получить такой альтернативный путь. И еще важно природные ресурсы, что в Северной Европе. Потому что китайцы смотрят на этот регион как политический, стабильный. И этих инвестерингов надо смотреть от этого угла. Ну, Эстонию тоже можно назвать партнером США в этом отношении? Насколько мы открыты, насколько мы готовы к сотрудничеству с китайцами? Я думаю, что в этот вопрос надо смотреть на сторону, как себе повезет Китай. Мы, конечно, еще помним, когда в 2011 году главные эстонские политики встречались с Талай-Ламой. И после встречи у нас закрылся китайский рынок для молочных продуктов. И Китай часто поведет себя так, что они используют экономические силы для политических целей. И это, конечно, для маленьких стран зависимость очень опасна. Международные отношения между Китаем и Европой также завязаны и на теме мобильной сети 5G или 5G. Почему действительно этот вопрос настолько актуально обсуждается? И почему возникают напряженные отношения между регионами? Потому что множественных служб, даже в Эстонии, медицинской, государственной, они тоже сейчас происходят в интернете. И зависимость от 5G даже побольше, чем этот интернет, что мы используем сейчас. Например, беспилотные автомобили. Что опять есть возможность этим, которые контролируют наши интернеты, может влиять на наши государства. И это, конечно, опасно. Часто говорят, что Китай имеет совсем другую бизнес-культуру. Там предпочтения всегда отдаются ближнему кругу. То есть родственникам, затем друзьям. Ну и только в третью очередь каким-то там европейцам. То есть в этом отношении не стоит рассчитывать на особое доверие, общаясь с китайскими бизнес-партнерами. Это действительно так? Ну, я так не думаю. Потому что очень много же китайцев делают бизнес с европейцами. Но важно все-таки учитывать эти особенности, их менталитеты. Конечно, конечно. Но это же как везде. Если вы ходите в Америку, тогда в Америке надо уважать американские культуры. Если вы сделаете бизнес с китайцами, конечно, надо уважать их принципы, их культуры. Ну а китайцы, скажем, с уважением относятся к своим европейским партнерам. Готовы ли они уважать нашу культуру? Их очень интересуются главные бренды европейцев. И это дадут им возможность полегче продавать их продукты здесь, если они владельцы европейских компаний. Я думаю, что им тоже важно, как Китай для нас важен. У нас в гостях был младший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии Франк Юрис. Спасибо. 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 Спасибо.